Девушки отдыхают Еще мы пройдемся по главным релизам в следующей неделе, вспомним кое-какую игру 10-летней давности от Питера Мулиньо и посмотрим, что интересного можно почитать в блогах наших пользователей. И это далеко не все. Погнали! Пока мы тут занимаемся своими делами, Юбисофт взяла и анонсировала новую Far Cry. Анонс должен был состояться на специальной трансляции, однако, как это бывает в последнее время, сюрприз всем испортили журналисты. На этот раз виновником оказалось турецкое подразделение IGN. Они заспойлерили анонс еще за сутки. Но менее интересным от этого он не стал. Новая Far Cry носит подзаголовок Primal. Как можно догадаться из названия, события будут происходить в необычном доисторическом сеттинге, если быть точным, за 10 тысяч лет до нашей эры, в конце последнего ледникового периода. Игрокам выпадает роль охотника Такара, последнего оставшегося в живых из своей группы. Выживать в первобытную эпоху, когда вас окружают одни враги, будет непросто. Сама игра, судя по всему, будет во многом похожа на предыдущие части Far Cry. Вам предстоит сражаться с хищниками, создавать оружие, охотиться на дичь и добывать огонь. Разумеется, не обойдется без войн с другими племенами. Их можно было увидеть в трейлере. Страшные ребята, надо сказать. Разработкой занимается студия Ubisoft Montreal в сотрудничестве с коллегами из Ubisoft Toronto, Ubisoft Shanghai и Ubisoft Kiev. Креативный директор игры Жан-Кристоф Гийо отметил, что Каменный век является идеальным сеттингом для игры Far Cry. Что ж, насчет идеального мы не уверены, но необычным он будет точно. Разнообразие это классно. Интересно, какие там будут вышки? Ну и самое главное, релиз состоится 23 февраля 2016 года на PlayStation 4 и Xbox One. Выйдет игра и на персональных компьютерах, правда лишь в марте. Ну как, довольны анонсом? Открытая бета Star Wars Battlefront уже началась, и сыграть в нее могут все желающие. Перед ее началом разработчики, правда, слегка испугали пользователей персональных компьютеров. Официально объявленные системные требования были не просто большими, а прям-таки колоссальными. Ну, правда, не у каждого в системном блоке торчит GTX 970 и 16 гигабайт оперативной памяти. Впрочем, пугаться, как оказалось, нечего. Для некоторых игроков и журналистов бета стартовала раньше, и все они отметили, что игра отлично работает и на более слабых конфигурациях. И уж тем более 16 гигабайт памяти ей не нужно. Кроме того, Battlefront неплохо выглядит даже на средних настройках графики, а производительность игры значительно повышается. Впрочем, пока мы готовим этот дайджест, вы наверняка уже скачали бету и проверили ее производительность. Кстати, вы также можете посмотреть наш стрим, который мы провели за сутки до ее мирового старта. Он веселый, ссылка в описании. Также на этой неделе стало понятно, что Star Wars Battlefront содержит внутриигровую валюту, которую, как подтвердила студия DICE, можно будет зарабатывать исключительно в игре. А вот никаких микротранзакций не предусмотрено. Об этом сообщил дизайнер-директор Николас Фигреус порталу Gamespot. Так что, если вы хотите получить весь контент в игре, просто берите и играйте. Еще один бета-тест ждет нас в этом месяце. Правда, он, к сожалению, будет закрытым. Мы говорим о The Crew Wild Run. Ее тестирование начнется 15 октября и завершится 19 октября. Закрытый бета-тест Wild Run даст возможность игрокам принять участие в соревнованиях нового типа. Для победы придется продемонстрировать все свои таланты. Во время ЗБТ игроки смогут проходить различные задания, в том числе соревнуясь друг с другом, повышать свой ранг и использовать новые возможности тюнинга транспортных средств. Не обойдется без свободной езды, испытаний на скорость и мастерство вождения, а также выполнение трюков в условиях, специально созданных для новых типов транспорта. В Wild Run игроков ждут драгрейсеры, автомобили, специально тюнингованные для дрифта, монстр-траки и, наконец, разнообразные мотоциклы. Последнее особенно интересно. Финальная версия дополнения будет доступна 17 ноября. Владельцы оригинальной игры получат графическое обновление, входящее в Wild Run бесплатно. В интервью, опубликованном в 600-м выпуске журнала Dengenki PlayStation, продюсер Масачика Кавата коснулся темы Resident Evil 7. По его словам, Capcom пока не может обсуждать проект, но он призвал фанатов следить за новостями. Кавата также добавил, что намерен вернуть атмосферу хоррора в серию. Он прислушался к многочисленным жалобам игроков, которые указывают на утрату оригинального стиля Resident Evil. Причина этого – выход множества спин-оффов. Так что, если верить продюсеру, Resident Evil 7 обязательно выйдет и будет настоящим хоррором. Сэм Лейк рассказал, почему Quantum Break разрабатывается так долго. Как оказалось, виной всему обилие новых технологий, использующиеся в игре, и тот факт, что Xbox One – еще новая платформа. Так что разработчикам пришлось много экспериментировать, а эксперименты требуют времени. «Хочется всегда быть уверенным, что мы достаточное количество раз все проверили и довели до блеска», – заявил Сэм Лейк. Что ж, эту фразу мы слышали уже множество раз. Будем надеяться, что желание довести игру до идеального состояния не отразится на дате релиза, который должен состояться 5 апреля 2016 года. На этой неделе Microsoft провела презентацию своих новых разработок. Помимо смартфонов и гибридного планшета, нам вновь показали технологию дополненной реальности HoloLens. Демо выглядело весьма впечатляюще. Как оказалось, Microsoft уже совсем скоро будет предоставлять разработчикам девкиты HoloLens. Начинается это в первом квартале 2016 года, а цена составит 3000 долларов. Цена может показаться исключительно высокой, однако еще в июле Microsoft уточняла, что первая версия HoloLens предназначена для использования в промышленности, а не в игровой индустрии. Microsoft также представила специальный контроллер, который предназначен для использования в видеоиграх, несмотря на то, что первый девкит для них не предназначен. Информации о контроллере, к сожалению, чрезвычайно мало. По всей видимости, это будет небольшое устройство, которое можно держать в руке. Его позиционирование в пространстве позволит HoloLens создавать направленные интерактивные голограммы. Cyberpunk 2077 будет намного больше любой другой игры CD Projekt Red. С таким заявлением выступил художник по визуальным эффектам Хосе Тайшера. Цитирую. Cyberpunk больше всего, что когда-либо делала CD Projekt Red. Намного, намного больше. Для нас это скачок в неизвестное в плане сложности, масштабов и проблем, которые перед нами встают. Ну что ж, здесь можно сказать. Третий Ведьмак и так был огромным. Даже чересчур. Представить себе игру намного большую... Даже как-то страшновато. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Консольная версия Divinity Original Sin обзавелась датой релиза. Как сообщили разработчики, улучшенное издание игры, являющееся в то же время и консольной версией, выйдет 27 октября. Ранее в качестве релизного периода просто указывался октябрь. Выход улучшенного издания состоится на обеих консолях текущего поколения, а также на ПК, где оно будет бесплатным для всех владельцев оригинальной игры. Кроме этого, игроки смогут наслаждаться полностью озвученными диалогами, новыми квестами, боевыми стилями, изменениями в системе крафта и развитии сюжета. Если вы принадлежите к числу тех игроков, которые горячо желали испытать пролог в компании StarCraft 2 Legacy of the Void, то у Blizzard есть для вас радостные новости. Пролог наконец-то стал доступен всем желающим. Пролог представляет собой компанию из трех миссий, которые связывают между собой события Heart of the Swarm и Legacy of the Void. Кроме того, пролог будет абсолютно бесплатным. Впрочем, об этом было известно уже давно. Скачать его можно через приложение Battle.net. Напомним, что релиз Legacy of the Void состоится 10 ноября. В Rise of the Tomb Raider Лару Крофт будет пугать Баба-Яга. Ну да, именно так. Это стало известно из описания сезонного абонемента к игре. В его состав входит дополнение под названием Баба-Яга Храм Колдуньи. Это некая гробница, в которой притаилось древнее зло. В состав абонемента войдет и другой, не менее значимый контент. Ну что ж, в Ведьмаке мы уже видели свою вариацию Баба-Яги. Посмотрим, что получится у разработчиков Rise of the Tomb Raider. Team Fortress 2 оказалась под угрозой инопланетного вторжения. Виной тому апдейт Invasion, который разрабатывался членами сообщества с прошлого года. Этот апдейт содержит 4 новые карты. Ивент продлится до 5 ноября. Если вы хотите принять в нем участие, то вам необходимо будет приобрести специальный пропуск. Вся прибыль от продажи пойдет автором ивента из сообщества. В рамках вторжения будут выпадать специальные ящики с редкими предметами, оружием и эффектами. Чтобы открыть ящик, придется опять же купить специальный ключ. Прибыль от ключей, к слову, уже будет делиться с Valve. А вы как думали? Давайте глянем, что у нас выйдет на следующей неделе. 12 октября на персональных компьютерах и консолях текущего поколения выйдет первое глобальное дополнение к третьему Ведьмаку – Каменные Сердца. Геральту нужно будет устранить опасного и бессмертного главаря бандитов несколькими возможными способами. Помимо новой квестовой ветки, CD Projekt расширила арсенал оружия, добавила новые контракты на чудовищ и карты для игры в Gwind. Любители чего-нибудь погорячее тоже останутся довольны, ведь в Heart of Stone появится новая романтическая линия. Дополнение рассчитано на 10 часов прохождения, однако мы с вами прекрасно понимаем, что проведем в нем на порядок больше. А вот 13 октября на целой куче платформ, включая мобильные, выйдет первый эпизод Minecraft Story Mode. В сериале легко узнается почерк кампании. Действия, которые вы принимаете, должны влиять на развитие событий. Правда, есть и некоторое необычное решение. У Minecraft Story Mode будет более детский рейтинг, поэтому взрослых драматических моментов типа смерти важных персонажей можно не ждать. Также в игру обещают встроить элементы крафтинга из оригинала, а сражения будут построены классическим для Тейл Тейл способом с помощью QTE элементов. В центре сюжета будет новый персонаж – Джесси, аватар которого можно будет кастомизировать вплоть до выбора пола. 10 лет назад Питер Мулиньо еще делал неплохие игры. Именно тогда, в октябре 2005 года, в продажу поступила Black & White 2. Фирменная божественная стратегия, в котором вам отдавалась роль градоначальника с расширенными полномочиями. Суть игры была довольно простой – выбрали под свой контроль бедный, затасканный народ, который нужно было привести к вершинам величия и сделать его круче всех. Игрок исполнял роль божества, которое собственной рукой делает практически все – заставляет жителей строить домики, отправляет их на верную смерть или приносит жертву само себе. Захотели и выстроили своему народу потрясающий город с кучей удобств. Захотели побыть плохим божеством – сделали им город пыточную, наказывая за проступки и посылая воевать с соседями. Несмотря на то, что Black & White 2 вроде как была симулятором бога, за этой маской скрывается вполне классический градостроительный симулятор с множеством собственных нюансов. Главное, что в ней было – какая-то фирменная атмосфера, настрой, за которую игру любят до сих пор. Что ж, Мулиньо умеет делать такие вещи. Ну, по крайней мере, раньше умел. Можете сыграть в Black & White 2 в честь ее десятилетия и проверить это самостоятельно. А мы переходим к блогам наших пользователей. Так как у нас в разгаре бета Star Wars Battlefront, мы предлагаем вам прочесть превью этой игры от пользователя под ником Durango. Он пишет, в частности, об очевидных проблемах, которые сейчас присутствуют в игре. Заходите, читайте и комментируйте. Ссылка в описании видео. А вот пользователь Warp37 продолжает публиковать свои мнения о самых разных вещах. На этот раз мы предлагаем вашему вниманию его пост о Steam-машинах, которые сегодня выглядят... А как они вообще выглядят? В общем, заходите и обсуждайте. Ссылка в описании. А мы пока прощаемся с вами. Удачи и до встречи на Playground.ru Субтитры подогнал «Симон»!